Судьба единственного в Уссуле памятника федерального значения волнует не только горожан. В областном центре состоялись рассушенские чтения, на которых обсуждалось состояние загородного дома известного архитектора. В Иркутской областной юношеской библиотеке имени Уткина прошли рассушенские чтения. Конференцию посвятили архитектору, которого считают своим в Иркутске, Уссолье, в Черемхово и даже в Харбине. Настолько огромно архитектурное наследие Владимира Рассушина. В 2014 году у нас состоялась поездка в город Уссолье-Сибирское, где мы познакомились с одним из домов, единственным в городе Уссолье-Сибирское домом федерального значения, которое охраняется Российской Федерацией, домом загородным Владимира Александровича Рассушина. И вот эта поездка, которую я думаю, что сегодня мы услышим, так сказать, из Уссольчан, она сподвигла нас к проведению каких-то более серьезных исследовательских мероприятий. И так родилась идея проведения рассушенских чтений. Ученые и краеведы обеспокоены судьбой бывшего загородного дома архитектора Рассушина. Сейчас Уссольская усадьба находится в плачевном состоянии. В конце 1912, в начале 1913 года, в проулке недалеко от Ангары, на возвышенном месте, в селе Уссолье возникает удивительный дом, удивительной красоты. И автором этого дома был Владимир Александрович Рассушин. Источники говорят, что в память о своем детстве он решил построить этот дом в Уссолье. Там замечательно, конечно. И очень жалко, что этот памятник, который имеет статус федерального значения, на сегодняшний день он даже и не кричит, он, наверное, даже устал кричать о том, чтобы его спасли. Но, к сожалению, пока этот крик, видимо, не услышан, с ним, конечно, надо что-то делать. Внимание общественности к этой проблеме привлекали и усольские школьники из видеостудии Чиквжик, и потомки архитектора. 16 мая состоится второй этап Рассушинских чтений. Участники конференции вновь побывают в Уссолье. Основные же мероприятия пройдут в Черемхово, где будет установлена мемориальная доска архитектору Рассушину.